МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА К счастью, травм никто не получил, а вот ворота церкви придется купить новые. В Казани пенсионерка обматерила коммунальщика за плохую уборку снега. Пожилая женщина возмущенно спрашивает, как ей ходить по неочищенным дорогам. Бабушка требует, чтобы придомовая территория была чисто убрана и был виден асфальт. По словам пенсионерки, всю зиму дворники абсолютно ничего не делали. Словесная атака бабушки получилась по-настоящему впечатляющей. Думаю, что после такого внушения дворники точно станут убирать лучше. В Казани свора собак напала на ребенка, его спас прохожий. Видео произошедшего появилось в соцсети. Случай произошел во дворе домов по улицам Тунакова и Фурманова в московском районе Казани. На кадрах видно, что ребенок спасается от животных, но те догоняют его, и он падает. Сразу три пса набросились на мальчика. Неизвестно, чем закончилась бы эта история, если бы рядом не проходил мужчина, который отогнал собак. Ребенок смог встать и убежать. Напомню, ранее Чистопольская городская прокуратура потребовала от местных властей решить проблему с бездомными собаками, нападающими на людей. С 1 января 2020 года по 12 января 2021 года в местную больницу обратилось 272 человека, в числе которых 91 ребенок в возрасте от 5 до 17 лет. 2 апреля в Казани на улице Дементьева вновь загорелся трамвай. На место выезжали сотрудники МЧС. Позже в метроэлектротрансе рассказали, что стало причиной произошедшего. Причиной возгорания стал посторонний провод, заброченный неустановленным лицом на электролинию, за который зацепился пантограф трамвая. В результате произошло замыкание и возгорание контактной сети, отметили представители организации. На данный момент поврежденный вагон буксирует в депо. В 12.10 после ремонта контактной сети движение трамваев было восстановлено. По факту произошедшего прокуратура Казани начала проверку. Горит трамвай на молодежке. Будут установлены причины и обстоятельства инцидента, а также проверят соблюдение требований безопасности жизни и здоровья граждан в сфере пассажирских перевозок и правил эксплуатации транспортных средств, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Напомню, что за последний год в Казани было более 10 инцидентов возгорания трамваев. Как по-вашему выглядит классический добрый поступок? Верно, перевезти бабушку через дорогу. Вот и на следующем видео очевидцы заясняли, как сотрудники ДПС переводят бабушку через дорогу. Достойный поступок. История одной лужи. Казанцы продолжают публиковать в соцсетях видео с затопленными улицами. Огромная лужа образовалась на улице Голубятникова. Как говорят жители, ливневки отремонтировали, а толку нет. Лужу даже прозвали Новой Венецией. Эта история так бы осталась незамеченной, если бы не чувство юмора горожан. Один из жителей решил в лужа порыбачить. Улову бы позавидовали рыбаки со стажем. Здесь люди уже начали рыбачить. Здравствуйте, клюет. По всей видимости, несанкционированная рыбалка привлекла внимание аварийных служб и потоп ликвидировали. Сейчас от Венеции не осталось и следа. Стали свидетелями необычных событий? Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте. Адрес вы сейчас видите на экране. На этом все. Это были самые горячие видео с просторов интернета. До встречи на телеканале Татарстан 24.